В Тольятти появится предприятие по производству карбамида. Соглашение подписали Куйбышев Азот и итальянский концерн. Злостным неплательщикам грозит опись имущества. Судебные приставы навестили тех, кто не оплачивает штрафы ГИБДД. В России сейчас более 2 миллионов обманутых дольщиков. Как решается эта проблема, в Самаре обсудили на думских слушаниях. Главные символы Самары напечатаны на 3D принтере. На набережной открылась выставка, посвященная Чемпионату мира по футболу. В шаге от катастрофы в Самаре оперативники ФСБ пресекли работу подпольного цеха по производству деталей для поездов. Запчасти по версии следствия изготавливали без чертежей и не учитывая марку стали. Как говорят рабочие, им просто приносили образец и просили его скопировать. Репортаж Алины Чемерес. На кадрах оперативной съемки, ящики с деталями, промышленные станки. На первый взгляд это обычный технический цех. Здесь производят детали для локомотивов. По версии следствия нелегально. Марка металла не соответствует стандартам, технология нарушена. О том, для кого предназначены опасные запчасти, кажется, даже работники цеха не знают. Пришел человек и говорит, я хочу заказать поворотное устройство. Мы его в офис. Заказывайте. А для чего это? Даже если бы знал бы, приходят мне чертежи. Вот, я их делаю. Для самолета она или для железной дороги, я не знаю. Но, как полагает следствие, пользоваться чертежами здесь не считают необходимым. Новые детали просто копировали со старых, по размерам. Как утверждают эксперты, параметры запчастей из идентичных комплектов отличаются. Так, 150. Размер свободный. Так получается. Противоразгрузочные устройства, которые производили на безымянке, служат для лучшего сцепления колес с рельсами. Если деталь будет некачественной, поезд может не сдвинуться с места. Это в лучшем случае. В худшем состав сойдет с рельсов. Запчастей для локомотивов изготовили на общую сумму около 11 миллионов рублей. Заказчику, а он находится в Екатеринбурге, их доставляли без сертификатов и документов. Успели установить их на поезда или нет, пока неизвестно. Уголовное дело не заведено. Нет пострадавших, ЧП не случались. Расследование дела продолжается. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. МЧС опровергла сообщение о граде и потопе в Самарской области. Сегодня во многих самарских пабликах появилась информация о том, что утром на село Климовка Шигонского района обрушился сильнейший град размером со Сливу, а также ураган, который нанес множество разрушений. Однако, как сообщают в пресс-службе МЧС, такого буйства стихий в районе не было. Максимальные порывы ветра в Шигонах составили до 12 метров в секунду. Града не было. Информация о потопе в Тольятти тоже не подтвердилась. Фотографии и видео, которые распространили в соцсетях, ничто иное, как фейк. Всем своим нажитым добром рискуют должники, не оплатившие штрафы ГИБДД. Если долг выше 10 тысяч рублей, судебные приставы могут арестовать имущество. Вред по злостным неплательщикам вместе с судебными приставами вышли полицейские и Марина Матвейшина. Утро может оказаться совсем недобрым, если накопить неоплаченный штраф в ГИБДД. Мужчина задолжал более 10 тысяч рублей. Теперь с молотка может уйти его описанное имущество, если за 10 дней он не погасит все долги. Имущество подвергнуто описи и аресту. Это компьютер. В количестве одна штука на 5 тысяч рублей. Так далее, пройдемте. Телевизор на сумму 4 тысячи рублей. И музыкальный центр на 1800 рублей. Чтобы остаться при своем и не принимать в гостях судебных приставов, нарушителям правил ПДД необходимо заплатить штраф в течение двух месяцев. Причем в первые 20 дней это можно сделать с 50-процентной скидкой. Однако многие не торопятся и копят долги. По данным судебных приставов, самый большой долг, который числится сейчас за одним из самарцев, в 300 тысяч рублей. И даже если у него не окажется имущество на такую сумму, заплатить ему придется. Если должник работает, мы направляем постановление о удержании 50% заработной платы. Если есть у должника счета в банке, то мы накладываем арест на данные счета. И банк обязан данные денежные средства списать и направить также в счет погашения задолженности взыскателя. Таким образом, сумма долга в любом случае погасится. Мы с ними боремся. Также выезжаем каждый месяц на адреса совместно с работниками судебного пристава. Выявляем, привлекаем ограниченную и водительскому удостоверению. Сегодня судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД постучали в двери к девяти должникам. Чтобы завтра они не пришли к вам, специалисты советуют вовремя оплачивать все штрафы. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Больше двух с половиной миллионов человек. Столько обманутых дольщиков насчитывается сейчас в России. В Самарской области еще остаются 42 недостроенных дома. Это несколько тысяч квартир. Как решается эта проблема, обсудили на думских слушаниях. Подробности в нашем следующем материале. Дом на улице Тухачевского начали строить в начале 2000-х. В 2006-м стройку заморозили. Во многом из-за проблем с подключением коммуникаций. Почти 300 дольщиков оказались заложниками ситуации. За строительство взялась другая организация. В этом году дом сдают в эксплуатацию, как и еще пять объектов. За несколько лет количество недостроев в Самаре сократилось в четыре с половиной раза. А дольщиков с 11 тысяч до 2 тысяч человек. Введено в эксплуатацию 21 здание. Количество обманутых дольщиков снижается и в целом по области. В регионе работает специальная межведомственная комиссия. Для людей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, за счет бюджетных средств, строятся дома в Октябрьском районе Самары. Сейчас в реестре дольщиков области числится почти 4 тысячи человек. Остается 42 проблемных объекта. На 30 из них привлечены новые застройщики. Для оставшихся ищут инвесторов. Всего на этот год запланировано ввести в эксплуатацию 8 домов. Долгожданные квартиры получат тысячи дольщиков. Чтобы вопрос с оставшимися долевками решался быстрее, представители инициативной группы дольщиков предложили внести поправки в законодательство. Когда мы, дольщики, на своем уровне, изучив этот закон, мы посмотрели, что, как можно предоставить такие, значит, во-первых, предоставить участки собственных без всяких обязательств, чему мы сегодня удивляемся с вами. Мы написали в 54-м установлении, какие сроки мы устанавливаем этих застройщиков. Мы написали, как он должен удовлетворить. Мы подали списки ему тех людей, которых он должен удовлетворить. Я думаю, здесь Александр Ильич, что нужно сразу сейчас прям как бы в протоколе записать и отразить в наших рекомендациях о необходимости срочно пересмотрения нормативно-правовой базы и внести соответствующие изменения именно с учетом предложения наших дольщиков. Поправки предстоит внести и в федеральный закон об участии в долевом строительстве. Предложено создать государственный компенсационный фонд, который будет покрывать риски людей в случае невыполнения застройщикам своих обязательств. Но депутаты нашли ряд недоработок. Теперь перед ними стоит задача тщательно проработать законопроект. Лариса Шлафаст, Константин Головин, Артем Сулайманов. События. Куйбышев Азот и итальянский концерн подписали соглашение о создании в Тольятти совместного предприятия по производству карбамида. В церемонии принял участие Николай Меркушкин. Новый проект, уверен губернатор, позволит привлечь в регион самые современные технологии и укрепить позиции Самарской области на рынке минеральных удобрений. Новое предприятие займется производством гранулированного карбамида. Это самое востребованное удобрение в сельском хозяйстве. На него приходится более 70% всего мирового потребления. Ожидается, что предприятие будет платить в консолидированный бюджет серьезные налоговые отчисления. По оценке экспертов, не менее 1 миллиарда рублей в год. Кроме того, появятся новые рабочие места, что очень важно для Тольятти. Ожидается, что совместное предприятие выпустит первый продукт к 2020 году. Создание нового производства на площадке Куйбышев Азота обеспечит приток в регион значительных инвестиций – около 11 миллиардов рублей. Этот проект, он и по производительности, и по объемам, но он на самом деле очень нужен. Нужен стране. Это и импортозамещение, это и экспортные возможности дополнительного Куйбышев Азота. Ну и для наших аграриев это, в общем, современный карбамид, который экологически позволяет получать продукт абсолютно чистый и не окислять землю, что очень важно, потому что кислая земля не дает того результата, который в итоге вкладывает аграрий в нее. И здесь очень много вставляющих важных не только, условно, для завода, для бюджета области и так далее, в том числе и для отрасли сельского хозяйства. Очень важные потом будут вставляющие их эффективности. На базе Куйбышев Азот за последние три года было запущено три совместных производства с участием иностранного капитала. В стадии завершения находится еще один проект. Итальянская компания – один из мировых лидеров по строительству заводов в сфере газа и нефтепереработки, нефтехимии и удобрений. Только в прошлом году выручка компании составила 2 миллиарда 400 миллионов евро. В основу нашего решения были положены три основные причины. Первый – деловая репутация и партнера. Куйбышев Азот, его ресурсы и опыт. Второй – потенциал региона по потреблению удобрений. И третье – наличие природных ресурсов. Глава региона отметил, Куйбышев Азот заблюдает самые современные требования в области менеджмента и технологий. И пообещал оказать всю необходимую поддержку, чтобы новый проект был реализован в заявленные сроки. Марина Кравцова, Виктория Шаре. События. Автоваз остановит конвейер. Компания уходит в плановый корпоративный отпуск. Надолго ли расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст? Здравствуйте! В конце рабочей недели цены на нефть растут. Баррель марки «Брент» стоит 49 долларов 50 центов. Валюта чуть подешевела. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 58 рублей 93 копейки. Евро – 68 рублей 66 копеек. Золото стоит 2348 рублей, серебро – 30 рублей 73 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 59 рублей 25 копеек, дороже всего продать за 58 рублей 80 копеек. Плохая погода в европейской части России сказалась на выручке крупнейших торговых сетей. Она выросла почти на 30%. 324 жители России получили годовой доход свыше 1 миллиарда рублей. Именно такая сумма значится в их декларациях о доходах. А «АвтоВАЗ» уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 24 июля по 13 августа. В это время на всех предприятиях пройдет плановая модернизация оборудования и необходимый ремонт. На этом все. Удачи в делах! Вай-фай и телевизор в салоне, электроника и видеонаблюдение в кабине водителя. В Самаре началась тестовая обкатка новых трехсекционных трамваев. Вагон выходит на улицы после 11 вечера. В ночной рейс отправился и Олег Зверев. С улицы откидывается вот эта аппарель, на коляске заезжает, с видкой коляске становится сюда и пристегивается ремнем. Водитель-наставник трамвайного депо Илья Хорошкин показывает достоинства современной машины. У трехсекционного трамвая у Скоттавского завода целый ряд преимуществ по сравнению с предыдущей моделью. Одновременно в нем могут уместиться 350 человек. В том числе созданы все условия для маломобильных граждан. Оборудован системой видеонаблюдения и снаружи, и в салоне. 85% низкопольный пол, 28,5 метров длины, один вагон трехсекционный. Как можете видеть, телевизор, вай-фай имеется. Также 14 печек. Зимой, я думаю, будет здесь очень тепло. Этой ночью новый трамвай впервые вышел на обкатку. Водить такие машины доверяют только опытным водителям с большим безаварийным стажем. Всего город приобрел 10 подобных трамваев. Представительный внешний вид – это лишь одно из преимуществ. Кабина водителя полностью оснащена электроникой, плюс мягкий ход и торможение без рывков. Сейчас в Самаре работают представители завода-изготовителя. Если тестовые поездки пройдут успешно, 10 современных трамваев выйдут на линию. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. История Самары, воплощенная в современных технологиях. На второй очереди набережной открылась мобильная выставка «Самара-2018», посвященная Чемпионату мира по футболу. Вход свободный. Кроме экспонатов есть и интерактивный компонент, и развлекательная площадка. Из чего же сделаны мини-копии самарских достопримечательностей, выяснила Марина Кравцова. От деревянной крепости до стадиона космического вида. Вся история Самары – знаковые моменты, символы города и достижения промышленности под одним куполом. Мобильная выставка «Самара-2018», которая была организована по инициативе главы Самары Олега Фурсова, обосновалась на набережной у бассейна ЦСКА ВВС. Она действительно впечатляет, она уместна, она нужна. Это маленькая энциклопедия Самары, почти под открытым небом, где за какое-то время мы можем пропитаться фактами, связанными с историей, с культурой, с промышленностью нашего города. Историю представили через современные технологии. Экспонаты напечатаны на 3D-принтере в Самарском техническом университете. Это маленькие копии ладьи, памятники к Григорию Засекину, самолета Л-2 и даже баяна и лады Весты. Есть среди экспонатов и объекты, строящиеся к чемпионату мира по футболу, стадион и гостиница. Кроме этого, интерактивный компонент, большие экраны и проекция роликов о любимом городе. Мы стали немножко по-другому относиться к своему городу. Мы стали по-другому относиться к тем традициям, которые у нас уже здесь сформировались. Мы по-другому воспринимаем исторические объекты, памятники. С этой выставкой, я думаю, у каждого появится новая цель. Мы поставим свои маленькие задачи. Что нужно сделать еще за это время подготовки к футболу? Мы видим, какое количество дорог ремонтируется в настоящее время. Ремонтируются фасады, преображаются парки, скверы. И все это, безусловно, будет радовать нас с вами, население города Самары, еще и после 2018 года. Спорт в Самаре набирает все большую популярность. Особую ответственность чувствуют и футболисты. Строящийся стадион. Конечно, хочется играть на высоком уровне на этом стадионе, чтобы приезжал соперник высокого уровня. Выставка уже прошла испытания молодежным форумом Иволга и Грушинским фестивалем, где на Урай ее восприняли зрители, в том числе иностранные делегации. Волонтеры, которые проводят экскурсии, рассказывать о Самаре и о футболе могут на разных языках. Футбольная тематика повсюду. Отдохнуть посетители могут вот в таких спортивных реплах. Рядом расположены столы для игры в настольный футбол. А сам шатер выполнен в форме стадиона Самара-арена. Работать выставка будет ежедневно с 12.30 до 20.30 до 21.00. Марина Кравцова, Григорий Плешаков, События. Как с пользой для тела отдохнуть в предстоящие выходные? На второй очереди набережной проходит турнир по пляжным видам спорта. Чему там можно научиться, расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. В Самаре проходит турнир по пляжным видам спорта. В Тольятти финишировал яхтенный фестиваль «Жигулевское море» лето 2017. Самарские вертолетчики завоевали шесть медалей на чемпионате России и Кубке мира. Самарские пилоты завоевали шесть медалей – два золота, серебро и три бронзу на двух турнирах. На аэродроме Конакова в Тверской области за награды чемпионата страны летали 35 сильнейших экипажей на Кубке мира – 15. В результате на чемпионате России экипаж Прокофьева-Риязова взял золото в женском многоборье и бронзу в командном зачете. В дисциплине «Полет на точность» экипаж «Дегтярь Васильев» выиграл серебро. В дисциплине «Навигация» экипаж «Каратаев-Зябликов-бронзу». А на этапе Кубка мира экипаж «Дегтярь Васильев» показал лучший результат с лалами и стал третьим в упражнении «Развозка грузов». В Тольяттинском яхт-клубе «Дружба» прошел первый летний фестиваль «Жигулевское море-2017». В программе – регаты крейсерских яхт, гонки на оптимистах и лучах, соревнования по вингсерфингу и кайтингу, презентации детских спортшкол и мастер-классы, на которых можно было научиться тонкостям управления одноместными швертботами, пройти краткие курсы по вязанию морских узлов, попробовать силы в кайтбординге и вингсерфинге. Все желающие могли отправиться на прогулку под парусом, на крейсерской яхте, катамаране и на самой настоящей ладье. Калейдоскоп пляжных видов спорта можно увидеть в предстоящие выходные. На второй очереди набережной проходит турнир «Самара Оупен» на призы Бобрикова. За призовой фонд в полтора миллиона рублей сражаются волейболисты, теннисисты, футболисты и регбисты. Соревнования проходят по системе «Спортбич», где любители могут играть с профессионалами, что делают матчи особенно зрелищными и эмоциональными. Для болельщиков работают фан-зоны, проходят мастер-классы и конкурсы с денежными призами. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! Движение на Южном мосту откроют на этой неделе. Это касается одной его половины, ремонт которой на финальной стадии. На ней уже заменили деформационные швы, забетонировали основание, уложили гидроизоляцию. На нескольких пролетах установили новое ограждение. Сейчас рабочие продолжают ремонт опор моста. Через несколько дней подрядчики приступят к обновлению второй части моста, и по ней проезд будет закрыт. Полностью завершить ремонт должны к первому ноября этого года. В самом разгаре работы на четвертой очереди набережной. Работы выполнены более чем на треть. При отделке используют гранит и самые современные материалы. Четвертая очередь Самарской набережной откроется после реконструкции в мае 2018 года. По замыслу это будет самый современный комплекс для отдыха горожан и проведения массовых мероприятий. Из всех участков Самарской набережной четвертая очередь будет самой представительной. Здесь традиционно проводятся массовые мероприятия. Это одна из визитных карточек города. Площадь Куйбышева готова на 60%. Срок окончания строительно-монтажных работы – октябрь этого года. Важно, что при этом будет сохранен облик самой большой площади Европы. Ей сегодня особое внимание. Во время чемпионата мира по футболу здесь разместятся фонтоны для болельщиков. На 18-м километре Московского шоссе в тестовом режиме заработал тоннель строящейся развязки. Пока движение только в одну сторону, но уже в эту субботу верхнее кольцо будет перекрыто полностью. Строители начнут соединять развязку с Волжским шоссе. Волжское шоссе присоединится к развязке примерно в середине августа. К этому сроку должны завершиться и работы в тоннеле. А уже к началу сентября он заработает по полной схеме. Одновременно заработает тоннель и возле ипподрома. Работа проводится по графику. Строители планируют, что к началу осени от Кирова до Мехзавода можно будет проехать прямоходом. То есть останется сделать дороги-дублеры. Тогда же будут полностью смонтированы коммуникации, которые будут обеспечивать отведение воды в городскую ливневую канализацию. Параллельно с главной дорогой строятся дублеры, которые обеспечат развязку основных узлов Московского шоссе. А также проводятся работы по благоустройству. Это газоны, пешеходные тротуары и велосипедные дорожки. А полностью все строительные работы завершатся к 1 декабря этого года. Так что уже в период новогодних праздников проехать от ипподрома до выезд из города можно будет за считанные минуты. В первой декаде августа развязку на 18-м километре планируют соединить с Ракитовским шоссе. Сейчас уже подготовлена щебеночная основа. На следующей неделе планируется уложить асфальтовое покрытие. После согласования с ГИБДД выезд с Ракитовского шоссе на Московское будет открыт. Пока же водители вынуждены искать окольные пути. Единственный объезд мимо торгового центра Московский был в неудовлетворительном состоянии. Глава Самары Олег Курсов обратил внимание на проблемы, с которыми сталкиваются водители при объезде и дал поручение провести отсыпку этой дороги гранулятам. Теперь на время, пока Ракитовское шоссе перекрыто, автомобилисты могут спокойно проехать по объездному пути, не опасаясь свою машину. Вдоль трамвайной линии от Костникова Оврага до университета строят тротуар. Много лет пешеходы ходили здесь прямо по рельсам. От проезжающих трамваев прятались в кусты. Студенты обратились к мэру построить здесь такую необходимую пешеходную дорожку. И вот уже совсем скоро этот путь можно будет преодолеть без опасности для жизни и без препятствий. В Струковском саду полностью проведен демонтаж тротуаров и бортовых камней. На 80% завершен демонтаж железобетонных ступеней и подпорных стенок. В настоящее время демонтируются опоры освещения и металлического ограждения. Также рекультивируются газоны. Кроме того, планируются дополнительные работы на ориентировочную сумму 75 миллионов рублей. Они включают ремонт входной группы, здание летней эстрады, административного здания, а также стелла Максима Горького и прилегающие территории. Кроме того, будет благоустроен фонтан «Девочка и мальчик», ландшафтный комплекс «Грот» с фонтаном, ограждением лестниц и системами водообеспечения и водоотведения. Ранее Самарская администрация сообщила, что Струковский сад будет полностью приведен в порядок к ноябрю текущего года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова